Ты знаешь, может это не моё дело, но я рада, что у вас с Йеннифер в конце концов вместе. Я тоже. Долго до вас доходило. Наверное. Мы оба должны были до этого дозреть. И как это было, когда желание перестаёт действовать? Что ты чувствуешь? Мы стояли там вдвоём, на вершине горы. Я смотрел на неё и чувствовал, что рядом с ней я на своём месте. Наконец-то. Ещё вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пела бы, путешествовала бы из города в город, ни о чём бы не заботилась. А что тебя заботит? То, что нас ждёт. Победить дикую охоту нелегко. Но с нами будут чародейки ложи, овалак. Мы справимся. Боюсь, в моём случае схватка с охотой только начала. Ты о чём? Ты обещала! Я пошутила. Иногда так хочется быть такой, как они. Яной и хихикающей? Сегодня у тебя есть такая возможность. Ха, не в этом дело. Я бы хотела быть обыкновенной. Проблема в том, что ты необыкновенная. Ты родилась для великих дел. Я слышу это с рождения. Всё из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности. Но из-за неё я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победим, Эридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Эридина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец. Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть овалако? С овалаком всё иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки и вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Ну, как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды овалак попросит тебя об услуге. Даже если это так, у меня есть ещё очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашёл. Не скучаете тут? Лучше скажи, что у тебя получилось с купцом. Ты коней раздобыл? А, это всё гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придётся раздобыть коней другим способом. Ого, я чую неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. Там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. И не надо. Предложение великодушное, но это не лучший выход. Купцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. А раз торговать он не хочет, лошадей придётся украсть. Что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Но в путь! Встретимся у конюшни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...